В нефтьюганском районе Югры на западно-салымском месторождении компании «Салым Петролиум Девелопмент» состоялось открытие газоперерабатывающего завода. Насколько значим это событие для отдельно взятой компании и для региона в целом, узнаем сегодня у генерального директора компании «Салым Петролиум Девелопмент» Саймона Дюркина. Добрый вечер. Добрый вечер. Господин Дюркин, насколько сегодня необходим компании «Салым Петролиум» такой завод и удовлетворит ли все он потребности в переработке попутного газа? Простой ответ на этот вопрос, что безусловно нам этот завод нужен и на самом деле мы могли бы его открыть и пораньше. Как вы и ваши слушатели наверняка знаете, мы добываем нефть, но вместе с нефтью мы добываем воду и газ. Они сепарируются на наших установках, нефть, естественно, продается, вода закачивается обратно в пласт, и вопрос остается, что делать с газом. Для нашей компании «Салым Петролиум Девелопмент» важнейший принцип – это работать без ущерба людям и окружающей среде. Поэтому мы постоянно искали решение того, что можно сделать для того, чтобы не сжигать газ на факеле. Первое, что мы сделали, это в 2007 году построили электростанцию, которая удовлетворяет наши внутренние потребности почти на 80%. Электростанция сейчас в работе, мощность 60 мегаватт. Но мы таким образом использовали не весь газ, поэтому надо было найти еще одно решение. И тут появился «Монолит», и в партнерстве с еще одной компанией «Руснефтью» был построен этот завод, который будет использовать остаток нашего газа. С появлением этого завода теперь весь наш попутный газ будет использоваться, частично для выработки электроэнергии, а остаток будет продаваться «Монолиту», который будет перерабатывать его на своем заводе. Какова стоимость всего проекта, какова стоимость завода, и кроме «Салым Петролиум», кто принимал участие в реализации этого проекта, какие компании партнеры, вот вы сказали, вы уже упомянули их, были ли еще кто-то, кто заинтересован в реализации этого проекта и кто вкладывал свои инвестиции? Основные участники проекта – это «Руснефть», месторождение, которое расположено рядом, это «Шапшинские» месторождения, «Монолит», «Блюлайн» – это их торговая марка, под которой они продают газ переработанный, и «Салым Петролем Девелопмент». Это три основные участника данного проекта. Конечно, участвовали и другие компании, это подрядчики, те, кто занимался строительством, те, которые сейчас будут эксплуатировать и обслуживать этот завод. Но помимо этого, огромную роль в реализации проекта сыграла администрация автономного округа, которая объединила все эти три стороны для реализации проекта. И, собственно, проект не сводится к строительству завода, там много и других элементов. Это строительство электростанции, которая построена в «Руснефть», построена в «УСПД», это строительство трубопроводов, ну и, конечно, строительство самого газоперерабатывающего завода. Говоря о стоимости, если взять все эти элементы, наверное, 10 миллиардов рублей было инвестировано в проект. Подобные проекты еще в северных регионах где-то реализуются, или вот ваш единственный такой? У «Монолит» и «Блюлайн» есть еще один проект, поменьше, в партнерстве с нефтяной компанией «Роснефть», подобной. Во всех остальных отношениях это уникальный проект. Уникальность и полезность этого проекта в том, что обычно в Сибири строятся очень большие газоперерабатывающие заводы, которые подготавливают газ для экспорта через магистральную систему. Недостаток такой традиционной системы в том, что она не приспособлена для средних и малых месторождений, и в тех случаях, когда месторождение расположено на большом расстоянии от самого завода. Поэтому здесь принят другой подход. Это модульная установка, модульный завод, который полностью соответствует нашим потребностям. Там производятся изжиженные фракции газа, поэтому нет необходимости подключения к магистральной системе трубопроводов. Но еще в том, уникальность проекта, что участвуют две нефтяные компании, которые разрабатывают целый ряд небольших месторождений. Все это объединено в единое целое. Сейчас с салвым петролиумом какой объем попутного газа перерабатывает в процентном отношении, и насколько увеличится его переработка после запуска завода? До того, после строительства электростанции, где-то треть попутного газа нам использовалась на электростанции. А сейчас у нас есть возможность использовать полностью весь наш газ, то ли использовать его на электростанции, то ли в полном объеме продавать на ГПЗ Монолит. На завод будет поступать попутный газ только исключительно с месторождения с салвым петролиумом или из других еще компаний? Вот вы сказали, что сотрудничаете с другой компанией. Тем не менее, есть ли такой задел, что и кто-то еще может быть воспользоваться услугами нашего завода? Ну, план на данный момент времени такой, что газ попутный будет поступать с салвымских месторождений СПД и шапшинских руснефти. Мощность завода спроектирована именно на такой объем, поэтому пока нет. Вот газоперерабатывающий завод, это все же больше социальный такой экологический проект или это все-таки коммерческий проект? Я считаю, что и то, и то. И это правильно, что и то, и то. В целом, я считаю, для успеха любого проекта нужно присутствовать трех ключевых элементов. Первый элемент это прибыльность или коммерческая составляющая такого проекта. Это если нет коммерческой составляющей, то нет интереса потенциальных участников. Но и коммерческая составляющая важна не только с точки изверения прибыли участвующих компаний, но и налоговых отчислений в бюджет, местный бюджет. Кроме того, каждый проект должен быть направлен на защиту окружающей среды. Но этот проект уникален в том, что он не только решает вопрос о защите окружающей среды, но и улучшение экологической ситуации, поскольку иначе этот газ сжигался бы на факеле. Ну и третий элемент это социальная составляющая. Люди, это самое главное. Каждый проект должен быть ориентирован на людей, иметь эту составляющую, иметь социальную составляющую. Этот проект создал большое количество рабочих мест на стадии строительства. Ну и далее на заводе будут работать. Люди тоже будут рабочие места для региона. Это поддерживает местное население, создает рабочие места. Вы уже сказали, что большую роль в реализации этого проекта сыграло и правительство Хантамансийского округа, и местные власти. А что, собственно говоря, округ получает от реализации этого проекта? Ну, наиболее очевидно, то, что получает округ, это налоговые поступления, дополнительные выручки в бюджет. Ну, кроме того, мы видим, что округ ставит перед собой очень высокие цели с точки зрения утилизации попутного газа, как для удовлетворения требований федеральных законов, так и внутри собственных программ. Безусловно, этот проект решает соответствующие задачи. Мы останавливаем факел, мы меньше выбрасываем углекислого газовую атмосферу. Ну и третье, о чем мы уже говорили, конечно, администрация округа волнует создание рабочих мест, данный проект создает новые рабочие места. Ну и еще один аспект, собственно, мы говорим, что это уникальный проект. Мы выступаем здесь как бы в качестве первопроходцев, давая пример другим компаниям, которые могут им последовать. Это помогает округу, они могут ставить этот проект в пример другим компаниям, показывая, что можно в этом отношении сделать. Может быть, это будет точно такой проект, может быть, чуть-чуть отличаться, но следует основному принципу, которому реализованы данные. А местные власти, кстати, не обещают вам какие-либо льготы или преференции на налоговом плане, что-то еще? Ну, для нашей компании никаких налоговых льгот в связи с проектом не было предоставлено, но правительство, безусловно, помогает с точки зрения поддержки других отношений, с точки зрения поддержки всего вот этого проектного коллектива и во всех других отношениях. Ну, я уверен, что в будущем могут возникнуть другие проекты, где правительство нам может помочь и с точки зрения налоговых льгот. Здесь мы говорим об извлечении трудно извлекаемых запасов нефти, в частности. Что касается будущих проектов, о которых вы заговорили, по каким еще направлениям, ну, социальным в частности, может быть, компания будет сотрудничать с окружными властями и как в дальнейшем будет выстраиваться сотрудничество с округом? Какие проекты представляют для обоих сторон интерес? Как я уже говорил, для каждого проекта, как для этого проекта, необходимо присутствие трех ключевых элементов. Коммерческая составляющая, безопасность, защита охорожающей среды и социальная составляющая, работа с местным населением. И с самого начала существования нашей компании салон Петролем мы старались обращать внимание на все эти три элемента. Я считаю, за эти годы нами накоплен уже очень хороший опыт во взаимодействии с округом, по поддержке проектов на местном уровне. Это Салым, Сентябрьский, Нефтьюганск. И это ситуация, где обе стороны получают преимущество таких проектов. И работая с местным населением, мы реализуем проекты, которые по приоритетности выделяются следующим образом. Самый приоритетный – это техника безопасности, здравоохранение, использование местной рабочей силы и помощь местным принимателям. Ну и тоже работа с коренным населением, помощи. На прошлой неделе я был в Салыме, в поселке Салым. Тогда мы проводим конкурс для старшеклассников из поселков Сентябрьский и Салым, прежде чем до их выпускных экзаменов. Цель этого конкурса – мы выбираем пять старшеклассников, обучение которых компания будет спонсировать в течение всех пяти лет в университете. В этот раз мы выбрали пять таких человек. Всего за годы существует компания, более 50 молодых людей получили образование или получают образование с нашей помощи. Ну, что еще делается с нами? Детский сад в Салыме, в поселке построенный в Салыме-Петрове. В больнице сотрудничаем, реконструкция больницы, многое оборудование купили. Ну, многое, что делается в этом отношении. Это доставляет искреннее удовольствие, потому что это прекрасные, замечательные люди, и помогать им – одно удовольствие. Ну и возвращаясь к новому газоперерабатывающему заводу, насколько сегодня он отвечает мировым стандартам высокотехнологичным? Вот это самый современный завод. Нельзя сказать, что технология как бы на острие ножа, но это самые современные технологии, позволяющие производить очень качественную продукцию, очень эффективным образом. И последний вопрос. Когда завод, собственно говоря, выйдет на предполагаемой мощности? Практически он вышел на полную мощность. Сейчас идет еще процесс пуска в эксплуатацию. Он уже работал на полную мощность, но сейчас вот в этом процессе иногда отдельные единицы оборудования останавливаются для проверки наладки тонкой и опять запускаются. Так что он будет работать вскоре на полную мощность. Параллельно Monolith, Blue Line торговая марка, они сейчас занимаются развитием рынка, поскольку рынок не очень готов к получению больших количеств сжиженных углеводородных газов. И они сейчас занимаются развитием рынка. Ожидаем, что уже на такой устойчивой основе работа на полную мощность в конце июня можно ожидать. Хочется пожелать вам успеха. Спасибо большое. Спасибо большое. На вопросы без последников сегодня отвечал генеральный директор компании Салим Петролиум Девелопмент Саймон Дюркин. Салим Петролиум Девелопмент